Здарова, народ! С вами Тед Мозби, и вы, наверное, задаетесь вопросом, куда я пропал? Ну, кто-то спрашивает, куда я пропал, кто-то такой сейчас включил ролик, такой, о, он еще жив. Здорово! В общем, я улетал на Комикон вместе со своими друзьями, которых вы наверняка знаете, и хочу немножко с вами поговорить об этом. Я не снимал никакой влог, я просто поснимал пару материалов, ну, как-то, блин, не хотелось мне снимать что-то там. В общем, о самом Комиконе и Игромире. Было прикольно, да, было очень много прикольных стендов, много крутых косплеев. Я немножко вот поснимал косплей, да, там были вообще ребята, которые такие костюмы бацелью, прям, о-хо-хо, очень здорово. Также вы можете посмотреть в моем инстаграме, я делал фотографию с некоторыми косплеерами, и подписывайтесь. Были стенды с играми, в основном меня привлекали стенды с играми, которые скоро выйдут, типа Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey, ну, точнее, которые будут доступны скоро во всей массе. Не хотелось бы поиграть, очень много крутого всего. Некоторые стенды прям вообще были бомбезны, например, как стенд метро. Там стоял огромный вагон. Он был не настоящий, это были декорации, конечно, но выглядел он как настоящий. И я поснимал внутри вместо... Вот, блин, хочется, чтобы все вагоны были такие, как этот. Там внутри стояли компы, 4 компа в одном купе, точнее, да, купе. В одном купе стояли 4 компьютера, и ребята могли, ну, все желающие могли поиграть там просто. Вот, это было здорово. И, блин, если бы так было всегда, я бы только на поездах и ездил. После прохождения нам дали вот такие вот медальончики, очень здорово, и гильзу от пули. Следующее, что могу рассказать, было очень много блогеров. Просто колоссальное количество. Даже, наверное, больше, чем в том году. Со всеми сфоткаться, конечно, не получилось. Удалось сфоткаться лишь с некоторыми. Вы можете, опять же, посмотреть в моем инстаграме. И не забывайте подписываться. Я, кстати, сделал фотку со Стасом Давыдовым. Еле как, вы не представляете, Стас был просто на расхват. Он там на многих участвовал в стендах. Его вот так вот просто вживую фиг встретишь. И вообще по случайности его встретил. Мы с ребятами кушали в торговом центре. Я голову поворачиваю и смотрю, идет знакомое лицо. Я такой, это же Стас Давыдов. Пацаны, пойдемте. Ну, со мной пошел только Дима. Я сказал, Дима, пойдем. Точнее, да, вот так было. Мы пошли, сделали фотку. Стас был очень замучен. Мне очень неловко было просить сфоткаться с ним. Но, тем не менее, фото получилось и я рад. Также я исполнил свою недавнюю мечту. Я встретился с бандой YouTube. Вы наверняка знаете их. Это Warpach, Exile, Alie Coffee и Clans. Блин, то, как мы с ними встретились, это было просто... Это целая отдельная история. Короче, ребята, слушайте. Я с Димой. Ну, вы помните Диму, наверное, из других роликов. Это то, что Painter. Мы с ним пошли на конференцию их. Отстояли там полчаса, где-то 15 минут. Попали, слушали там, как люди задают им вопросы. Я задал один вопрос. Я там рассказал одну историю о том, как меня обманули на деньги. Вот. Если кто знает, Exile тоже обманули на деньги. Я говорю, типа, Exile, хочу тебя поблагодарить. Я, типа, не один такой. Твой ролик очень вовремя вышел. Я перестал переживать. Кстати говоря, за вот это вот, Exile мне подарил лично вот диск на PS4 с PlayStation VR. Единственное, что я протупил, мне надо было автографы собрать. И, может, потом бы продал бы подороже. Ладно. Мы поговорили. Дальше должна была быть фотосессия. Нас всех вывели. Мы пошли за ними. Мы стояли в самой первую очередь. Почти самый первый. Вот перед нами было там пару человек, которые должны были фотографироваться. В общем, но у нас было небольшое преимущество с Димой. У нас были пресс-бейджики. Мы были как операторы Влада Акибайта. Стоим мы в очередь ждем. Да вот, вот, сейчас должны. Они все, дети такие проскальзывают, такие маленькие, такие пробежали вперед. Фоткать, сфоткать. Да сколько можно, ребята? Дайте сфоткаться уже. И организатор, что самое главное, она пропускала самых маленьких. Вот, чтобы их не задавили. Она такая, пойдем, 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 пойдем. Сфоткаемся. В общем, мы такие с Димой стоим. Я говорю, Димас, надо пользоваться золотой карточкой. Ну, типа, пресс-бейджик. Говорю, миссис-организатор, а можно по лесу сфоткаться? Мы тут вдвоем стоим. И она такая стоит, думает. Нет, чтобы сфоткаться. Она говорит, ребята, вы идите, я вас потом пропущу отдельно в уголок, где отдыхают ютуберы. В общем, это от Юлы. Такой стенд квадратненький, там внутрь заходите, там сидит охрана. Они, короче, там хавают, чилят. Что там, еще просто играют. Ну, отдыхают, в общем, говорят. Мы такие, ну, ладно, нас отдельно пропустят, и это будет хорошо. В общем, мы с Димой в шале погуляли там, минут сорок приходим. Они уже заканчивают. Возвращаются в этот свой домик. Домик блогера буду называть. В общем, этот организатор нас видит. Говорит, да, я вас помню, она вписывает наши фамилии в пропуск. Дает нам браслет Юлы. Где-то он у меня был, но, видимо, где-то в портфеле. В общем, не важно. И говорит нам, ребятки, подождите пару минут, они покушают, а потом заходите. И, блин, вот тут начинается самое неловкое. В общем, мы с Димой стоим у этого входа. У нас есть браслеты, мы можем войти и сесть там где-то. Нет, мы стоим сначала. Ждем минут семь. А между тем, когда кто-то заходит, я поглядываю, типа, что они там делают. Вот, поглядываю такой, смотрю. Они общаются, говорю, Димас, они общаются, они не кушают. Типа, может, зайдем? В общем, такие. Проходит минут семь. Мне вроде показалось, как они что-то едят. Мы с Димой заходим. Они поворачиваются на нас, видят. Видят знакомое лицо, которое там кричало больше всех. Извините, я вас дернул. Кричало больше всех на конференции. Мы просто стоим. Они сидят, едят. Я говорю, Димас, они едят. Это очень неловко. И, блин, я себя чувствовал просто каким-то десятилетним школьником, который просто вот увидел кумира там и хочет сфоткаться. Я как бы не в таком состоянии. Я не считаю там своими кумирами. Ну, просто хотелось сделать фотографии как бы на память, да? Потому что я понимаю, что они в других городах. Я больше не смогу, наверное, сделать. Если смогу, то только через год. Или вообще не знаю, неизвестно когда. Вот, короче, мы уходим. Ой, мы зашли туда и стоим в углу. А чтобы вы понимали, сама вот эта вот будка блогеров, домик блогеров, ну, примерно 5 на 5. Может, даже меньше. Вот, понимаете, такой квадрат небольшой. Там лежат эти подушки, диваны. Короче, лежат. И там, в общем, все сидят, чилят. Там еще дофига блогеров было. Я с ними не фоткался. Мне они, честно говоря, не нужны были. Мы стоим с Димасом вот как... Вот, Димас, он же маленького роста. Мы стоим с ним такие, типа, «Хм, Димас, надо что-то делать». И мы просто... Это так неловко было. Мы как два дауна, которых никто не знает. Стоим и хотим попросить сделать фотографию. Я говорю, Димас, ну что, пойдешь попрощить? А что я? А что я, в общем? Димас засал. Да, он засал подойти. И пришлось мне, как всегда, все разруливать. Я смотрю, они уже не едят. Они поели, сидят, просто разговаривают. Но все равно было неловко очень подходить. Я собрал свои яйца в кулак. И подошел к Олегу. Да, там сидел, в общем, Олег, Кленс, Варпач. И спереди там еще дальше сидел Эксайл. Я подхожу, говорю, «Ребята, извините, пожалуйста, типа, мы прошли семь кругов ада там. Мы, в общем, хотим с вами сделать фотографию. В общем, мы и добыли эти браслеты, и отстояли в очереди, и сидели на конференции, типа, и все-все. Они сначала с каким-то недоумением смотрели на нас, как на двух даунов. Вот. Но потом все-таки сказали, типа, «Да, да, конечно, давайте же делаем фотографию. Не переживайте». Ай, в этот момент у меня настолько вот как бы... Я не знаю, как это описать чувства. У меня было чувство испанского стыда просто. Мне настолько было стыдно. У меня не тряслись руки, я не волновался, ничего. Мне просто было стыдно за то, что я вот так вот поступаю. Мне 21 год, я там, блин, ровесник их. Просто. И вот так вот все происходит. И, блин, я раз сто, наверное, извинился перед пацанами. Говорю, типа, «Ребята, извините, извините, пожалуйста, я чувствую себя там вообще каким-то школьником, который бегает за блогерами. Пожалуйста, извините, что такие неудобства заставляю». Он мне такие, «Да ладно, ладно, все нормально, все нормально». Типа, все такое. В общем, они оказались понимающими и достаточно... В общем, с пониманием отнеслись к моей просьбе и к моим действиям. В общем, мы с Димасом сфоткались. Вы можете посмотреть, вот фотография. Ага, да. Олег и Кленс поставили лайки на этих фотографиях. Это было классно. Спасибо ребятам. Но самое интересное, Варпач знает Влада Кивайта. И он спросил у меня, типа, «А где сам Кивайта?» Я говорю, «Ну, он там где-то гуляет, отдыхает, что-то делает». И самое интересное, потом в конце дня мы их встретили, когда они уходили. Мы их встретили на входе. Влад заговорил с Варпачом. И тут подходят Эксайл и Кофи. И Эксайл такой мне, «Привет еще раз». Блин, это было сказано с такой фразой, как будто... Ну, как бы с таким видом, что... «Парень, ты что-то меня под... надоел». Вот. И я такой говорю, типа, ну, вот как бы у вас свои друзья, у меня свои друзья. Это было максимально неловко. В общем, вот такая вот нелепая история. Выступали семейка Декардов, которые были главными персонажами в игре Детройт. Я немножко поснимал. В общем, ничего особенного. Это было прикольно. На фотосессию я к ним не попал. Потому что я покупал фотосессию с Майклом Рукером. Который, кстати говоря, не приехал. И обязан вернуть деньги, как бы, да, за то, что мы покупали фотосессию с ним. Но мне, скорее всего, не вернут. Потому что, когда я покупал... У меня две банковские карты. Когда я купил, у меня на одной карте, с которой я покупал, она заблокировалась. Потому что у меня истек срок ее действия. Она заблокировалась. Я не знаю, как мне вернуть деньги, что мне делать. Я, короче... Короче, меня обманули на деньги известная голливудская звезда Майкл Рукер. Это был бы хороший кликбейт для названия ролика. Но так получилось. Ну, ничего страшного. Может быть, еще верну. Я не знаю, как это... Как это возможно. Так же мы сходили с ребятами на Венома. Вы наверняка видели ролик Влада с мнением. Если нет, то заходите, посмотрите. Обязательно. И поставьте лайк. Но я еще вкратце немножко выскажу свое мнение по этому фильму. Потому что, блин, очень много лести к этому фильму. Все говорят, что он, типа, хороший. Всем он понравился. Ну, в смысле, от критиков отстраняюсь. Вот все блогеры и вот ребята, которые его просто смотрели, они говорят, типа, фильм классный вообще. Зашибись. Ну, ребят, ну... Хорошо, да, я согласен. Фильм неплохой. Он не ужасный, но он неплохой. Но меня расстроило то, что рейтинг все, видимо, испортил. Видимо, все испортил рейтинг. Хорошая была графика. В некоторых моментах, конечно, не очень. Но, тем не менее, они успешно ее доработали по сравнению с трейлерами. Сюжет максимально простой. Простой сценарий. Просто, ну, это все можно было предсказать на ходу. Меня больше всего смутили шутки, которые были написаны. Но это просто... Это нелепо, когда вот такой вот потрясающий персонаж, Веном, да, злой, вот, ему просто обязаны были приписать рейтинг 18+, или рейтинг R даже. Ему дают такие тупые шутки, которых просто стыдно. Я сидел, ворочался просто на сеансе. Это было так ужасно. Но, блин, Sony такая мировая компания и не может сделать фильм с рейтингом R. и они делают такое вот, чтобы собрать бабло. Ну, блин, ну, ребята, ну нафига. Я понимаю, что меня никто не смотрит из компании Sony, но это просто, ну, отвал башки. Это все, что я могу сказать в этом фильме. Потому что все остальное я могу повторять из мнения Влада. В мое мнение, это они просто испоганили фильм своим рейтингом. Все. Вот это все, что я могу сказать. Кошмарные шутки были, фу, фу. Но на фильм сходите, я думаю, вам понравится. Поэтому вот как-то так. Все, я думаю, можно подытожить. Было клево, но не так клево, как в прошлом году. Много различных стендов. Прикольный был Bumblebee, помню. Я в основном по играм снимал. Был стенд Marvel. Кстати, он какой-то такой скудненький был. Ну, простенький там. Халк, Человек-муравей и Железный Человек. Ну, как-то и все. И там фигурки были на заднем фоне, которые я тоже немножко поснимал. Прикупил... Че я прикупил? Вот такого вот хеллбоя купил. Прикольненький, да? Я, честно, не знаю, что это за материал. Вот так вот он выглядит. Это небольшой обзор покупок с Камья Куана. Камья Куана. Вот такой вот хеллбой. Ну, мне он понравился. Там был еще Капитан Америка. Блэк Пантера. This is the king of Wakanda. Да, Черная Пантера. Вижен, Грудь, Человек-паук был. И еще кто-то был, не помню. Ну, в общем, это не важно. Ну, вот такой. Я не знаю, из чего он сделан. Похоже на какой-то медный сплав. Или, не знаю, алюминиевый. Но это, скорее всего, кипс. Сверху облитый. Медью. Ну, фиг его знаю. Ну, мне кажется, он может разбиться. Если его угонить. Проверять не будем. Да, что-то еще хотел я рассказать. А, да, еще спасибо ребятам из ChupArt. Один из чуваков меня узнал. Он сказал, что он смотрит мои ролики. На что я был очень сильно удивлен. И подогнал мне вот такой вот прикольненький чехол для моего смартфона. Спасибо большое. Также я пытался где-то участвовать. Я пытался поучаствовать в конкурсе M-Video. Сыграл с чуваком на PlayStation FIFU, в который я проиграл за счетом 3.0. Было позорно, но прикольно. Хоть где-то я поучаствовал. Главным призом был один из геймпадов. Такой прикольненький, кастомизированный такой вот геймпад под, по-моему, ЦСКА. Вот вы видите сейчас перед собой видос. Я снимал геймпадов. Вот там один из них, вот такой красный с белым. Там был прикольненький. Вот такой должен был я выиграть. Но я не выиграл. Все, я больше не знаю, что рассказать. Надеюсь поиграть в большинство игр, которые там демонстрировали. Они действительно клевые. Я бы даже записал что-то на канал. Но, блин, у них стоимость очень большая. А денег нет, как говорится. На этом, я думаю, можно подвести итог. Спасибо, ребята, что посмотрели. Ждите новых роликов. Я, как говорится, вернулся. Ждите новых роликов. С вами был Тед Возби. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok